Девушки отдыхают Есть подозрения, что примерно так бы выглядел один легендарный мультик, если бы его взялись рисовать в современной России Ну хотя бы потому, что исходя из новостей федеральных каналов, слово русофобия никогда не бывает много Поймите, русофобия есть, просто она не в этой цитате есть Именно в русофобии, вот ведь как это бывает Русофобии, и каждый продолжает упражняться во все более русофобских идеях Русофобии пропагандисты научились объяснять любые неприятности одной духовной страны В Сирии мирных жителей кассетными бомбами убили Русофобы клевещут Как Запад смотрит на российские удары Это об информационной атаке, развернутой против России Мы уже даже привыкли к тому, что на нас нападают очень организованно, из разных стран, но одновременно и с одинаковым набором обвинений Путин из Владимира Владимировича во Владимира Овшоровича превратился? Да как пидать русофобский заговор! По сути, эта публикация больше похожа на информационную атаку Завел пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Очевидным является, что вовне градус путинофобии достиг такого уровня, что фактически говорить хорошо про Россию, про успехи и действия России нельзя А если в соседней Украине бурятов на танках хлебом с солью встречать не хотят? Россия начала перерождаться и становиться по-настоящему державой Именно в тот момент, когда вы на Украине стали бить морды русским Да еще и на своей мове бульмекают, так это вообще цитадель русофобии Вон, искандеры уже даже не смеются Ну что ж, разговаривать на русском языке на Украине, ну, действительно, уже становится опасно В общем, и обычным гражданам, и даже депутатам Верховной Рады И смотрят это все рядовые зрители и диву даются Вот же сволочи кругом, везде эти русофобы Ну, тоже касательно русофобии На мой взгляд, конечно, она была, есть и, наверное, к сожалению, останется Вот правильно их наши в кровушке топят Эх, надо бы Путину предложить, чтобы какой-нибудь Воронеж в Кадыровск переименовали А я это Россия, ну, Россия это я Посмотрев такие новости, правильный патриот натягивает маечку с арматой И постит фотографии убитых украинских солдат с комментарием из серии «Ахахахахла жопая» И вроде как и спать можно, но привычная мысль не дает покоя Нет, ну вот откуда эти русофобы берутся? Обама виноват не иначе Кстати, надо будет с утреца и грузинам фотографии поскидывать Мы же в 2008-м чуть до Тбилиси за три дня не дошли Мы говорим о русофилах и русофобах Что за этим стоит? Когда, может быть, к нам есть обоснованные претензии, а когда это непонятная нелюбовь? Если каждый день какую кнопку телевизора не нажми, российский зритель слышит о русофобах вокруг На самом деле русофобия – это продукт, который предложил Запад, Соединенные Штаты Америки С вполне конкретной утилитарной целью Нечестной конкурентной борьбы Всего через несколько недель в голове формируется такая стеночка, что пробить ее любыми аргументами фактически невозможно Мир делится на две части – наши и русофобы То есть завистники и одновременно причина всех российских бед Понимаю, что с этим трудно смириться Но и строить свою внешнюю политику на невежестве, на дремучей русофобии не выход Если смотреть на такое положение вещей с кремлевской колокольни, стратегия круче некуда Ведь когда есть всего две краски – черная и белая То людям не нужны сложные ответы на вопросы Сегодня вопрос стоит так Есть Путин, есть Россия Нет Путина, нет России Есть Путин, есть Россия Нет Путина, капец, крышка русофобы всех вешать будут И зрители-то, понимающие, кивают Конечно, конечно, без Путина осиротеет отечество И те нападки, и те удары, которые сегодня организованы на Путина, которые сегодня происходят Они сегодня пытаются сделать так, чтобы поставить Россию на колени Хотя если взглянуть со стороны, это же как нужно было макнуть людей, чтобы народ, подаривший миру Пушкина, Толстого, Чайковского Попал в полную зависимость от выбившегося в свет носителя чемоданов Есть Путин, есть Россия Нет Путина, нет России Отсюда, очевидно, и растут ножки у всей этой истерии на федеральных каналах Ведь без полчищ коварных внешних врагов по телевизору царствовать кое-кому будет намного сложнее При этом в безумную игру втягиваются миллиарды людей И что? На кону Представьте себе, что в один день Киселев вдруг перестает рассказывать о госдолге, турко-игиловцах или квотах на песне в Украине Останкинская дымка рассеивается, как утренний туман А дальше все, как у классика Вот моя деревня, вот мой дом родной Что нам дала в интересах российских жителей ваша пропаганда? Наши жители спрашивают, каким каналом нам обратиться, чтобы рассказали о наших проблемах И я знаю это и вижу это каждый день И вот тут-то оказывается, что русофобия, она действительно есть, но только внутри самой России В стране с подачей «Мы сверхдержава» люди живут без элементарных удобств Пригласите сюда жителей Суаярви Я говорю сейчас о том, что мы здесь не обсуждаем в студии проблемы жителей Суаярви Которых кусают блохи, которые дышат плесенью У которых, извините, в разваливающихся домах боча на голову капает Медведев не соврал, денег действительно нет, но нет их только для народа Вот вам простые цифры На промывку мозгов проклятым гейропейцам Москва ежегодно тратит космические суммы Кремль ежегодно тратит 1 миллиард 400 миллионов долларов на пропаганду Свою точку зрения на происходящее в мире Москва излагает на 30 языках в 130 странах За такие деньги можно было бы поднять не то, что деревни, но и целые города А по факту люди годами остаются нет не у разбитого корыта, а у старого телевизора С вывеской «Россия встает с колен» Просто еще раз посмотрите на две картинки, чтобы вопросов о приоритетах Кремля больше не возникало Русские в России давным-давно не в почете И чтобы люди вдруг не задумались о русофобии внутри страны, их и кормят вот такими сказками Сегодня публично высказать какую-то иную, не русофобскую, не националистическую, не неофашистскую позицию в Украине невозможно Тебя могут избить, посадить, что угодно сделать И что характерно, схема работает Насмотревшись телевизора, детки из России могут пару лет не приезжать к матери в условном Запорожье или Малиуполе В Украине не существует никакой демократии, диктатурой, полицейским государством Тяжелым сапогом будут заставлять их отказываться от русского языка и от православия, между прочим, тоже Мотивы на поверхности, вот как к этим хохлам ехать, если там за русский язык убивают? Сегодня людей на Украине уничтожают физически за то, что они русские, за то, что они говорят на русском языке Вы, наверное, не знали, но и Майдан затеяли, чтобы зачистить русскоязычный Юго-Восток Здесь без шуток и иронии, они правда это рассказывают Она сказала это прямым текстом, убивать русских Точно так же неофашисты Украины хотят зачистить Юго-Восток страны Глядя на все это, возникает простой как дверь и вопрос Так если и впрямь зачищать за русский язык собрались Хотят зачистить Юго-Восток страны То почему за два года после прихода русской весны в освобожденных Славянске, Краматорске, Мариуполе Люди спокойно живут и говорят, как им захочется А певец, которого по кремлевским методичкам должны моментально расстрелять за паспорт и язык Не просто выступает во Львове, а разрывает зал Возможно, дело в том, что реальность полностью отличается от кремлевских методичек Но даже и не надейтесь, что где-нибудь в Вестях недели вам дадут адекватный ответ на этот вопрос Как-то поеживаешься, какая-то украинизация в самом худшем значении этого слова Фашисты запрещают думать по-русски и вот погодите, скоро начнут жечь книги, негодуют по телевизору Пожалуй, наверное, стоит дождаться, когда на площадях столицы Украины и в других городах начнут сжигать запрещенные книги Тогда будет полное сходство с Третьим Рейхом А в это самое время в самой России уже давно жгут книги на площадях Чуждые российской идеологии книги В коме сожгли книги, изданные фондом Джорджа Сороса Думаете, они проводят параллели между собой и фашистами? Да как бы не так Народ одобряет Жечь пиндосскую макулатуру А вообще, да, мы антифашисты, а то как же В Татарстане журналисты, не знающие татарского языка, вообще сидят в прострации на собрании депутатов Депутаты полтора часа обсуждали, насколько эффективно исполняется закон о госязыках республики Татарстан При этом 70% времени обсуждение шло на татарском языке без перевода на русский Выключенным из дискуссии участникам заседания оставалось одно – всецело довериться А митинг в защиту русского языка в Казани заканчивается через три минуты Митинг за русский язык в Татарстане не продлился и трех минут Но по телевизору на этот счет тишина и покой Там как раз заняты проблемами русского языка Только почему-то в украинском радиоэфире По закону, внесенному Верховной Раду, больше 75% эфира должны занимать композиции на украинском языке И в таких примерах вся суть их пропаганды, где слово русофобия превратилось в ширмочку Которую можно и от реальных проблем отвлечь, и народ в том и содержать Грузию утопили в крови Крым отжали Украинцев убивают на войне Англичан без войны И вот же незадача, почему же это путинскую Россию нигде не любят? Хотя, наверное, это опять русофобы клевещут Есть вещи, которые, извините, оспаривать нельзя И когда от Москвы до самых до окраин придет осознание того, что если русских и не любят, то не любят вовсе не за язык, а за их поступки Тогда не только в России, но и во всем мире многое изменится Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok